Которые остаются здесь полностью? В регионе полностью остается налог на доходы физических лиц. Основные, например. Налог на имущество организации, налог на землю из таких вот крупных. Газета «Комсомольская правда», Баталов, Максим. Татьяна Геннадьевна, скажите, пожалуйста, допустимо ли осваивать федеральные средства, как в случае с проездом в Север, когда городская администрация стремилась во что бы то ни стало реализовать вот этот важный проект, но не учло пожелания населения, то есть непосредственно проживающего около этого лесного массива. Спасибо. Ну здесь вопрос-то не финансовый задаете, я-то по финансовым вопросам отвечаю. Не тот орган, который контролировал, выделял этот субсидий. Но тем не менее, я вам скажу, что сегодня участие и сбор мнения населения у нас, как обязательное условие, есть в программе «Комсортная городская среда». Остальных субсидиях, требований к опросу населения нет. «Комсортная городская среда». В прошлом году проходили, я, может быть, в Эйфоксе, сами ходили на выборы, там тоже в этом году голосовали, а в прошлом году еще массовый опрос. Поэтому вот здесь вот так только можно ответить. Один вопрос позволю себе еще. Скажите, пожалуйста, на какой процент инфляции просит вас ориентироваться федеральное правительство или рекомендует, не знаю, как назвать, и по факту, какой она в Оренбургской области все-таки? Потому что везде инфляция разная по регионам. Ну, вы знаете, вот таких рекомендаций, какой процент инфляции учитывать, ее, как правило, не существует. Мы смотрим, как федеральный бюджет планирует свои показатели, что в методике планирования федерального бюджета они планируют. Мы смотрим, например, показатели РОСТАТа. И вот могу сказать, что на 2018 год мы делали показатель, учитывали на прочие расходы показатель 4%. В нашей методике записан к нор. Сложился он по факту 2,2% по официальной данной статистики. Еще, пожалуйста. Продолжение следует...